Я часто ловлю на заросших по самую шею водорослями в водоемах, поэтому Чодрик имеет огромное значение на моих рыбалках. Чаще всего в качестве материала для лидера я использую что-то действительно тяжелое, типа лидкора с разрывной нагрузкой в 45 лб. Это позволяет максимально прижать монтаж ко дну и добиться нужной мне скорости погружения станции на дно. Так или иначе, иногда я выезжаю на водоемы, где введен запрет на использование лидкоров, и тогда мне приходится искать обходные пути. Поэтому моим вторым выбором является лидкор без сердечника. Этот материал напоминает лидкор с своей плетеной структурой, однако он не имеет свинцового сердечника внутри. Конечно, это не настолько тяжелый материал, однако, на мой субъективный взгляд, это лучшее решение после лидкора. Я использую материал с разрывной нагрузкой в 65 лб. Это самый толстый материал в линейке. Его диаметр примерно соответствует диаметру используемого мной обыкновенного лидкора. Если плетеные лидеры запрещены полностью, то тогда я перехожу на использование флюрокарбоновых лидеров с запаянными петлями. Эти лидеры обладают определенным весом, что позволяет им прижимать компоненты оснастки ко дну. Если же лидеры полностью попадают под запрет, то единственным возможным вариантом остается ловля на голый чодрик прямиком на основной леске. Один из наиболее важных моментов ловли на чодрик – это умение грамотно подобрать скорость погружения оснастки на дно. Это не очень хорошо, если монтаж камнем тонет на дно, ведь тогда с большой долей вероятности все скроется в водорослях или закопается в ил. Но мне также не нравится, когда насадка тонет слишком медленно, поэтому если она тонет слишком медленно, то когда поводок в конечном счете опустится на дно, он будет торчать на дном в форме петли, поэтому вы будете ловить на чодрик с гораздо большей высотой подъема насадки, чем бы вы того хотели. Скорость погружения оснастки на дно очень важна. В идеале насадка должна опускаться медленнее прикормочных бойлов, но не так медленно, как критически сбалансированная насадка. Каждый из упомянутых мной ранее материалов для изготовления лидеров обладает своей собственной скоростью погружения. Поэтому, когда я перехожу с использования одного лидера на другой, это неминуемо скажется на скорости погружения всей оснастки. Именно поэтому мне нужно нивелировать это различие путем придания оснастки дополнительной тяжести. Первое, что я могу сделать, чтобы оснастка тонула чуть быстрее обычного, это слегка уменьшить размер используемой мной насадки. Так, например, можно заменить 15-миллиметровый бойл на 12-миллиметровый, и это существенно изменит ситуацию, позволяя оснастке тонуть чуть быстрее. Очевидный способ, как сделать вашу оснастку еще чуть более тяжелой, состоит в использовании мягкого вольфрама. Однако это решение имеет несколько недостатков. Во-первых, поскольку я использую петлю для крепления моего четповодка к вертлюгу, что дает мне дополнительную свободу движения при использовании мягкого вольфрама, поводок будет занимать менее выгодное положение и утратится та самая свобода движения. Во-вторых, если я ловлю на водоеме, где присутствуют раки, то мягкий вольфрам – это вообще путь в никуда, поскольку раки просто обожают мягкий вольфрам. Поэтому, если я не использую мягкий вольфрам, мне приходится быть чуть более изобретательным, чтобы придать моей оснастке дополнительный вес. Первое, на что я обращаю внимание, это на размер крючка. Как правило, для ловли на чодрик я использую крючки пятого номера. Однако, если мне не требуется чуть большая масса, переход на большие по размеру четвертые крючки увеличит количество металла, сделав тем самым мою оснастку тяжелее. Второй способ связан с другим концом поводка. Здесь я исхожу из того же самого принципа. Вертлюжок с колечком двенадцатого номера, который я чаще всего использую с чодриком, можно заменить на вертлюг восьмого номера, который гораздо больше и, следовательно, гораздо тяжелее. Еще один вариант – это изменить размер вашей насадки. Я могу перейти с использованием пятнадцатимиллиметрового бойла на ловлю с двенадцатимиллиметровой насадкой, которая обладает меньшей плавучестью, что позволит вам выиграть в чистом весе и поможет вашей оснастке лучше тонуть. Под этим что-то я, безусловно, имею в виду различные типы вольфрамовых бусин. Так, вольфрамовые шарнирные бусины как нельзя лучше подойдут для этих целей. В верхней части бусины имеется отверстие с плоским профилем. С другой стороны имеется более широкое отверстие. Эти отверстия позволяют мне сохранить открытость петли. Они никак ее не пережимают и не сдавливают, поэтому они не препятствуют движению вертлюга на петле. Эти бусины нужно насадить на поводок перед тем, как привязать вертлюжок. После того, как я привяжу вертлюжок, я просто-напросто стягиваю бусину вниз, располагая ее поверх петли, что дает максимально полную свободу движения моему вертлюжку. Бусины выпускаются в двух весах. И чтобы найти бусину, которая наилучшим образом подходит для балансировки вашего монтажа, нужно всего-навсего поэкспериментировать с различными бусинами. Итак, в моем распоряжении имеется четыре способа, как я могу настроить и изменить свой монтаж чодрик, исходя из используемого мной материала для лидера на конкретной рыбалке на конкретном водоеме. Время ловить карпа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова